ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА То есть чувство надёжности, которое я не встречала никогда потом, у меня была уверенность, что этот человек не подведёт. Не было никакой боли, никакого переживания. А во всех книжках ведь написано, что любовь — это боль. И поэтому я ждала чего-то такого, что будет приносить страдания. То есть какое-то такое представление о том, что любовь — это страдание, заставляло меня ждать. А вот скажите, почему у нас совершенно никто не говорит о счастье никогда? Казалось бы, сколько вам лет? Тридцать. Но мне казалось, что в вашем возрасте, в вашем поколении как-то об этом говорят. Мне всегда хотелось счастья. И мне кажется, что счастье — это сложнее, чем страдать в каком-то смысле. Вы знаете, я когда взялась за книгу, я вдруг подумала и стала обдумывать нашу литературу. И совсем нет книг о счастье. Да, да. Я даже думала о том, что у меня нет в голове образца, что делать при счастливой любви. А по-вашему, мне кажется, что страдания — это совершенно неизвестный нам мир. И там очень много каких-то сда, помещений, которым нужны какие-то ключики, которые нам неизвестны. Да, да. Даже как-то, как мне говорила одна, что даже неудобно быть счастливой. Да, да, да. Неудобно, что у меня все есть, а люди вокруг как-то... Да, но я от этого мучилась очень в подростковом возрасте. Потому что мне все приходили и говорили, «Тебе так повезло» или «Тебя так любят» таким тоном, как будто это нехорошо, а как будто это какое-то страшное преступление. И так думаешь, да, вот меня любят, надо чем-то отплатить, надо кому-то отдать. У меня столько много, надо срочно с кем-то поделиться. Ищешь кого, с кем поделиться, кому отдать. Что мне сделать для вас? Вот как-то так. И хочется отдавать, но не всегда это принимается. А вот если бы вас попросили, вот сказать, любовь, что это? Понятно, да? Или как? Или у вас есть такая какая-то? Я не знаю. Иногда мне кажется, что вот она сейчас, а потом через год я понимаю, что мне показалось. Я не могу с уверенностью сказать, что у меня есть этот опыт. Может, когда-нибудь я пойму, что вот это был тот самый момент, который мне меньше всего казался. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И... Как бы все мои темы рождаются вот из жизни, да? Вот в начале, когда я писала вот свой цикл, это была история того времени, красного времени, когда главной была идея. И в большей или меньшей степени, но люди были или заражены этой идеей, или ограничены этой идеей, но они все зависели от нее. И когда вот я из книги в книгу шла, меня поразила такая вещь, что люди говорят о войне, о Чернобыле, но очень редко говорят о счастье. И вот такое ощущение было, что о чем-то вот таком главном человеческом люди не говорят. Мало того, что это нет литературе, то у меня появилась проблема, что эту новую книгу должен написать новый человек. У него должен тоже быть новое, какое-то другое мышление, другой словарь, другая некая раскрепощенность эмоциональная. То, что мне не нужно было в моих прежних работах. Там другой словарь, другой более жесткий язык. Так что, ну, ощущение очень большого пути, очень большой работы. Мне кажется, почему истончается любовь, скажем, вот в нашей жизни, на нашей жизни, истончается, как вот какой-то, мне кажется, главный цементирующий момент. Если вы вот это вот покажете, то я это буду вас ждать и искать. То есть, куда уходит любовь? Ну, а мне кажется, Наташа, она никуда не уходит. Все остается. Все то же самое. То, о чем вы говорите, это такой внешний социальный аспект. А в принципе, наоборот, человек уходит в частную жизнь. То есть, вот сейчас время частной жизни. Согласно. Сохой уходит в частную жизнь, а она держится только на любви. Может быть, какие-то первоосновы каких-то вещей. Вот, например, ну, что такое любовь все знают, и никто не знает, да? Вольтер, по-моему, пошутил, сказал, что если бы люди не знали, что в определенное время надо влюбляться, они бы спокойно не влюблялись, да? Они бы этого чувства не знали. Да. Я даже думаю, вторую книгу о старости, о смерти проще будет написать, чем это о любви. Конечно. Конечно. Потому что, мне кажется, что вы не обижаетесь, но такой привкус авантюры в вашем намерении есть, точно. Есть, есть. Потому что, как это мимолетно схватить, и как это все... Даже, собственно, что значит любовь? Ну, что значит любовь? Это... Вот как это схватить? А я это не знаю. Ну, можно любить всю жизнь, что ли? Да, конечно. Можно. Можно любить всю жизнь. Это очень трудно, это очень редко. А что это за материя? Любовь? Это... Знаете, что это... Вот я так понимаю, что это... Родство душ, прежде всего. Я, честно говоря, почему-то думала, что у вас были сумасшедшие истории. Да. Мне так казалось. Это в глазах видно. Да. Были сумасшедшие истории. Эти истории сам я как бы устраивал. Но вот сегодня я понимаю, что, наверное, я большей частью что-то додумывал. И, наверное, я сам что-то искал. И если чего-то не было, то я придумывал это. Навсегда, когда придумываешь, а этого нет, то потом оказывается, что и... пустое место. Ну, тогда фиаско. Я не знаю, Саша, но все-таки это... я не думаю, что можно... это... любить одного человека всю жизнь. Можно. Можно. но это же не получилось ни у вас, ни у меня. но вдруг еще не все кончено. А вдруг все еще будет. Вдруг появится на вашем горизонте человек, который скажет... Светлая? Навряд ли. Ну, почему? Потому что, если вы не будете очень высокомерны, если вы не зайдете до этого человека, а... да, а человек вам предложит любовь, почему нужно отказываться? Только потому, что он... в чем-то этот человек не соответствует вашему представлению? Нет. Да нет. Это же не то, что представление. Это же должен быть солнечный удар. Ну, прямо солнечный удар. Не всегда. Не всегда это можно. Разом вы решили, что вот этот человек... Интересно жить для другого человека. Даже чай пить с другим человеком вкуснее. даже хлеб есть вкуснее. Даже голодным быть на пару вкуснее. Ну, я сделаю, можно делать, что за нюансы. Можно достаточно жить и без другого. Можно и без секса жить. Без другого? Без другого человека? Можно. Можно, но это такая... Это такая... Каторга. А когда вы любите, что с вами происходит? Чем это жизнь отличается от другого? Когда я люблю и начинаю бояться потерять это. Как только получаешь что-то, думаю, господи, это же ненадолго, это шло. если любовь взаимна, находиться рядом с человеком, слышать голос, видеть, как человек думает, что-то обсуждать, молчать вместе. Вместе молчать. Замечательно. Нет ничего лучше. Вместе молчать. Ну, во-первых, эта глыба другой человек совершенно неизвестна. Не всегда можно понять, чего он молчит. Ага. Может, непонимание. Если он чего-то прячет? Нет, может, непонимание. Может, опять вы придумали. Это же опять все по-новой. Естественно. Но если есть любовь, если другой человек тоже любит, то он найдет способ дать понять, что он любит. А у вас было такое? Да. Да. И как ему удавалось это сделать? Так я это чувствую. Спасибо.